Привет, с вами Гаджет! Это Голос. Привет! О, письмо! Здравствуйте, инспектор! За отличную службу руководство решило вас повысить до звания комиссара. Прикинь голос. С вами комиссар Гаджет! Как-то плоховато звучит. Согласен. Курьер, передайте, пожалуйста, руководству, что это большая честь для меня, но я вынужден отказаться. Идиот. Между прочим, я все слышал. Понимаешь, голос? Я просто слишком честный. По-моему, ты просто слишком кретин. Вот сейчас я тебя простил. А сейчас нет. Ну а пока мой друг корчится от боли, фейл-хот-ньюс. Отличненький девайс создали ребята из iSight Mobile Technologies. Кто-то скажет, что это недоделанный iPhone, а мне кажется, что до Apple-то, знаете ли, далековато. Кидать звездочки вниз, это, конечно, прекрасно. Но эта функция явно лишняя. Не представляю себе человека, который, слушая плеер на улице, будет его доставать, плавно перемещать треки рукой и лежать на паузе. Хотя, для голоса штука явно подходящая. И как бы ты ко мне его применил? Я что тебе, мобильный телефон? Я вообще-то гол... Нет, ну правда. С голосом отлично работает. Ну что, первый обзор? Голос. Нано-роботы Хексбак. Под знаменем нанотехнологий теперь все внимание. Нано-роботов. Ну, строго говоря, нано называется только один из них. Вот этот. Да и то, его можно рассмотреть невооруженным глазом. Зато, с другой стороны, есть на что взглянуть. Начнем, стало быть, собственно, нано-робота. В смысле, робота по имени Нано. Как и прочие, здесь он изготовлен компанией Innovation First International. Под брендом Хексбак. Конструкция элементарная. Корпус, ножки, много ножек. Но взгляните, что он выделывает. Это самый элементарный Хексбак. У него нет никаких датчиков. Умеет только бегать. Но делает это от души. Нано способен посрамить любого таракана. Кстати, при массе 8 грамм для тараканов он представляет реальную угрозу. Примерно как фура для газели. Хексбак посолиднее. Жук. Этот уже вдвое тяжелее Нано. И принцип движения у него несколько иной, как у настоящего жука. Тут имеется целых два датчика. Тактильный и звуковой. То есть он, когда упирается в препятствие, сам ищет обходной путь. Хотя и не очень уверенно. А еще он убегает, заслышав громкий звук. Вот, например. Слышит не очень хорошо. Но как бежит? Краб тоже бежит от громких звуков. А еще он очень любит темноту. Просто у него есть световой датчик, помимо акустического. Он движется, оценивая уровень текущей освещенности и перебирается туда, где потемнее. Это если на него не кричать и не хлопать. При звуках опасности он замирает и прячется. А потом снова продолжает неторопливое движение. 8 ног. Масса 30 грамм. Это уже не насекомое, а весьма серьезное ракообразное. Остается научить его общаться в социальных сетях, и закат человечества окажется не за горами. Впрочем, выходом в интернет хексбаги не оборудованы. Видно как раз из соображений безопасности. Я всегда знал, что дизайнеры и компьютерные гении могут вместе создать что-нибудь уникальное. Казалось бы, обычный журнальный столик, но не все так просто. На самом деле под прозрачной поверхностью прячется плазма, а сбоку выдвигается джойстик. Гениальное изобретение для фанатов аркадных игр. Голос? Да. Есть ли у тебя что-нибудь подобное? Нет. Но зато ты честный голосок. Microsoft Arc. Известная проблема. Ноутбучные тачпады не идеальны. Вторая проблема. Специально предназначенные для ноутбуков мыши делают обычно крохотными. Выход? Выход предлагает Microsoft. Мышь ArcMouse достойна аксессуаров. Один тонкий момент. Эта мышь работает на частоте 2,4 ГГц. В паре с собственным передатчиком, который надо вставить в порт USB. С одной стороны это плюс. Не надо думать, есть ли у компьютера встроенный Bluetooth. Передатчик хранится в корпусе самой мыши. Открыл, вставил и работаешь. С другой стороны минус. Передатчик занимает целый порт USB. Мышь не зря называется ArcMouse. В раскрытом состоянии ее спинка действительно выгнута аркой, дугой правильной окружности. При этом мышь оказывается достаточно удобной. 113 мм в длину 37 мм в высоту. На нее уверенно ляжет самая крупная ладонь. Отличные скользящие накладки на опорных поверхностях. Мышь перемещается почти без усилий. Одна только тонкость. Поскольку корпус выгнут правильной аркой, удобнее класть на кнопки не кончики пальцев, как обычно, а полностью охватывать мышь рукой и нажимать кнопки всей поверхностью пальцев. Сперва немного непривычно, но потом втягиваешься и оказывается очень удобно. Есть, кстати, множество вариантов расцветки ArcMouse. Белая, черная, красная, хаки. Цена, конечно, немалая. 1600 рублей. Но цену свою эта мышка полностью отрабатывает. СТГ! Самым тупым гаджетом на этой неделе признается... Стоп! Че ты орешь? Нет, я, конечно, понимаю, что конфликт вызывает больше интерес у зрителя. Но ты как-то неестественно начал. Рейтинг здесь совершенно ни при чем. Действительно. Мы же не первый канал, чтобы за рейтинг воевать. Что тебя не устраивает, Голосятина? Мне вообще не нравится, что рубрика СТГ твоя. А мне не нравится, что уриновый Иисус нашелся. А без него было, знаешь ли, так хорошо. Но я же по этому поводу не ору. Ладно. Окей. Я смотрю, ты подготовился. Давай. Самым тупым гаджетом на этой неделе признаются унитаз для кошек за 100 долларов. И дизайнерский писсуар для человека. Всем по 10 баллов. Молодец. Очень доволен голосом. Очень. Вот и славненько. Надеюсь, что вы нас еще смотрите. Потому как самодеятельностью покончено. Только обзоры. Новый Mac Mini. Как узнать, актуален ли очередной высокотехнологичный тренд? А очень просто. Если в ассортименте продукции Apple такое устройство есть, значит, тренд вполне себе актуален. Вот, к примеру, NetTop и теперь актуальный тренд. Потому что Apple выпустила новенький Mac Mini именно в формате NetTop. Алюминиевый корпус 20 на 20 сантиметров. Толщиной всего-то 3,5 сантиметра. При этом никаких уловок с уродливыми внешними блоками питания. Здесь блок питания встроен в сам корпус. Есть щель для загрузки оптических дисков. Правда, работа с Blu-ray не предусмотрена. А жаль. В новом Mac Mini стоит самая мощная на сегодняшний день мобильная видеокарта NVIDIA GeForce 320M. Набор портов стандартен для хорошего NetTop. 4 USB 2.0 щель для карт памяти SD. Ethernet M, FireWire, видеовыходов 2, HDMI и набирающий популярность мини-дисплей-порт. Есть и встроенный адаптер беспроводной связи. Стандартные Wi-Fi N и Bluetooth 2.1. На новом Mac Mini установлена система Mac OS X Snow Leopard, которая вполне себе шустро бегает не на самом свежем процессоре Intel Core 2 Duo с частотой 2,4 ГГц и 2 ГБ памяти DDR3, которую, кстати, можно самостоятельно добавить до 4 или 8 ГБ. Жесткий диск на 320 ГБ не самый скоростной, на 5400 оборотов в минуту, зато экономичный. Поклонников зеленых технологий должно порадовать, кстати, что это поколение Mac Mini потребляет на четверть меньше энергии, чем предыдущие. Вдобавок, при его изготовлении использовано меньше пластмассы. Алюминиевый корпус. Видите? Mac Mini стоит в США 700 долларов. Подороже, чем более привычные рынку нет-топы на Intel Atom и NVIDIA ION 2. Зато и помощнее, и вроде как экономичнее. А для приверженцев марки Apple так и вовсе must-have. Знаешь, голос, что я вынес полезного из нашей сегодняшней программы? Ха-ха-ха, стол. Да. Нужно было соглашаться с руководством, становиться комиссаром. Сделали бы новую программу без закадрового идиота и было бы всем хорошо. С вами был недокомиссар Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!